Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В современной Европе нечасто можно услышать заявления или познакомиться с публикациями видных представителей научной мысли, которые идут вразрез с тем, как трактуются перспективы мирового развития с точки зрения победившего неолиберализма. В нашей студии мы вместе с гостями программы из самых разных стран не раз искали ответ на вопрос, что ждет Европу и мир. На этот раз взгляд на проблему из Греции. У нас в студии профессор Критского политехнического университета, философ и политолог Дмитриус Пателес. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, первый вопрос, если позволите. Торжество глобализма отчасти продиктовано падением социалистической системы. И вот именно она, как нам представляется, как мне представляется, понятно, сдерживала развитие глобального захвата мира, так скажем, или наступления, проявления глобалистских отношений к взглядам, к национальности, к территориям. Вот в противном случае, когда пала система социализма. Мы сейчас живем в таких реалиях, когда идет противостояние, как сегодня было принято говорить, запада и востока. Вроде бы демократия и там, и тут. Но все равно происходит какое-то противодействие одним процессам в ущерб другим. И мы наблюдаем такой замес непонятных, ну, может быть, на первый взгляд только лишь непонятных процессов, которые, с одной стороны, тотальное наступление внеолиберализма, особенно на страны бывшей, или на республики бывшего Советского Союза. И в то же время какие-то, знаете, ностальгические мотивы в том отношении, что вот социализм, это был фактор сдерживания, и, возможно, как раз именно он бы, если бы, конечно, не пала социалистическая система, если бы сохранилась. А понятно, что в истории сегодня нет сослагательного наклонения, что слово «если» недопустимо, но, тем не менее, если предположить подобное, то мир шел бы по другому пути. Вот, на ваш взгляд, в этом противостоянии уже поставлена точка с момента падения социалистической системы, или, ну, вот, эта борьба обрела новые формы? Скорее всего, второе. Но необходимо научно доказывать это. Во-первых, необходимо рассмотреть причины распада Советского Союза и причины поражения в целом того, что наша школа, логико-историческая школа, международная логика-историческая школа, называет ранним социализмом. Необходимо рассмотреть ранний социализм не сквозь призму прямого противопоставления двух систем, которые имели место, конечно, не только под этим углом зрения, не только акцентируя на это внимание, а необходимо рассматривать это в широком и глубоком контексте всемирно-исторического масштаба. Потому что то, что произошло у вас здесь, в бывшем Советском Союзе, это не сугубо внутренние ваши процессы, это процессы, которые затрагивают мировой процесс, всемирно-исторический процесс. Затрагивали и затрагивают. То есть они оставили отпечаток в дальнейшую историю и в судьбах народу всего мира фактически. Хотя это не видно сразу. Тут требуется наука. То есть обивателю кажется, что все, рухнуло это и бесследно исчезло. Это не так. Никогда не бывает так в истории. Но даже в компьютере, когда вы хотите что-то уничтожить, аннулировать, остаются следы. Тем более в обществе, среди живых людей. Да и люди живут, дышали этим, умом и сердцем это достигали. Так что рассмотреть, что было и как, для нас это не просто академического характера, научные какие-то изысканности. Это же же не важные вопросы, от ответа, на которых зависит судьба человечества. Может быть звучит это трагично, но это факт. Необходимо рассмотреть, безальтернативная ли история. Необходимо рассмотреть, есть ли законы, закономерности в историческом процессе. А если да, то можно ли логикой, то есть человеческим разумом постичь эти законы и на основании этих познанных закономерностей, этой познанной логики истории строить себе перспективу, стратегию, тактику. Вот в чем суть вопроса. Поэтому вопрос о бывшем Советском Союзе и о порядках присуществования в биполярной такой системе и порядке после распада Советского Союза, раннего социалистического лагеря, это отнюдь не академический вопрос. И по-моему, тут необходимо рассмотреть все это с точки зрения внутренних противоречий Советского Союза, от неразрешения которых произошло то, что произошло. Это трагично, конечно, с точки зрения судеб людей, с точки зрения того, что постигло народы бывшего Советского Союза. Всех. Всех. И не только. Допустим, сразу стало ясно, какие последствия после распада Советского Союза среди трудящихся, которые живут на зарплату у нас в стране, допустим, в Греции. Сразу стало ясно. Никогда не было такого в послевоенные годы, чтобы задерживали зарплату. Вот и сразу пошло и поехало. И так далее. То есть они вдруг почувствовали, что играют в одни ворота и начали вести себя так нагло. А неолиберализм что такое? Либерализм — это политика, стратегия, если вы хотите, наиболее агрессивных кругов нынешней формы монополистического капитала, глобального монополистического капитала. Это не просто какие-то люди, которые тайком о чем-то думают, мыслят и строят какие-то стратегии, хотя и это есть. Они откровенно говорят, что им нужна полная свобода для передвижения их агрессивного капитала. Вот и получается триада принципов неолиберализма. Полная свобода передвижения капиталов по всему миру, по земному шару, без никаких препятствий. Полная свобода. Второе — это так называемое внедрение гибких форм занятости и фактически дерегулирование трудовых отношений. То есть полная несвобода труда. Лишение всех свобод коллективных и индивидуальных для человека труда. И в-третьих, приватизация всего, из чего можно извлечь сверхприбыли. Вот этот ряд — основное ядро неолиберализма. Так что это не просто какие-то абстрактные принципы. Тут огромные колоссальные интересы и господство, претензии на господство во всем мире. Поэтому мы имеем такое соотношение сегодня. То есть падение социалистической системы больно ударило, конечно, по людям труда. Я так понимаю, что именно соцлагерь, идеи социализма защищали людей труда, гарантировали им возможность своевременной оплаты. Я понимаю, что сегодня говорить о 8-часовом рабочем дне в современных условиях сегодня уже не приходится. Тогда это все гарантировалось. Но вот хотелось бы воспользоваться тем, что у нас в гостях сегодня представитель Греции. И ваша страна, страна с огромной, богатой историей, сегодня пишет свою современную историю в очень непростых ситуациях. Мы знаем, что внешний долг Греции превышает космические цифры. Если я не ошибаюсь, порядка 320 миллиардов долларов США. 320 вы сказали? 320, что-то такое, если я не ошибаюсь. Миллиардов евро. Миллиардов евро, да. Это было в 2015 году. Вот так. А сегодня эта сумма гораздо выше. В 2016 году это было 326, примерно, с половиной. В 2017 году будет 334,700. А в 2018 году ожидается 344,90. 345, фактически. Ну вот смотрите, я понял, что растет долг. Но в нашем представлении Греция это страна, прекрасная страна, у которой есть прекрасное море, у которой прекрасное сельское хозяйство. Было. Страна, где растут мандарины, апельсины, оливки. Но сегодня мы слышим новости из Греции, которые, ну вот в 2015 году, в 2016 годах, в 2015-2016 годах это новости о том, как проходили мощные акции протеста. Что произошло с Грецией? Вот ваш взгляд изнутри. Если коротко, Греция оказалась слабым звеном. Греция оказалась слабым звеном той формы региональной интеграции, империалистической, монополистической интеграции, которая является Евросоюзом. Евросоюз доказал после распада раннего социализма, доказал свою суть. Изначально был создан как экономическая составляющая евроатлантических структур, прежде всего НАТО, в противоборстве против СССР. А теперь уже, когда играют в одни ворота, они проявили свою сущность полностью. Тем более после того, как вспихнул третий исторический и крупнейший структурный кризис мировой капиталистической системы. После 2007-2008 годов кризис страшный, кризис, из которого 10 лет уже не знают, как выйти, те, которые ведут стратегическую такую политику. И в результате чего получили, что неравномерность внутри этой евроинтеграции проявилась именно в качестве таких слабых мест. И такое слабое место, такое слабое звено, это Греция и другие страны периферии Еврозоны и Евросоюза. Что такое слабое звено? Слабое звено обозначает такое, я бы сказал, скопление, комбинацию внешних и внутренних противоречий, которые создают взрывоопасную какую-то ситуацию. Поэтому они сразу кинулись, те силы, которые стремятся иметь и сохранить стратегическую инициативу в европейских и мировых процессах, они очень удачно с помощью рейдерского захвата, фактически, они перехватили инициативу и вели откровенно политику колонизации страны. У нас уже не страна самостоятельна, хотя бы формально самостоятельна. У нас страна в особый режим живет, в условиях особого режима, церковьевцарного режима. А режим этот определяется тем, что есть тройка, которая состоит из Еврокомиссии, из Европейского Центрального Банка и из Международного Валютного Фонда. А эта тройка диктует нагло, грубо диктует все условия существования нашего народа, все условия ведения политики нашим правителям. Безразлично к тому, кто сейчас у власти, если не ставится под сомнение этот стратегический выбор, выбор прозападный, выбор евроатлантических структур Евросоюза, если не ставится под сомнение, это однозначно, что несмотря на их предвыборные декларации, они будут выполнять то, что они прикажут им. И это стало ясно с самого начала, с 10-го года, когда они ввели такой режим. С 10-го года стало ясно, что эта страна без суверенитета. Фактически нет у нас, абсолютно нет никакого суверенитета. И стало еще более ясно после того, как правительство так называемых левых, потому что они так себя называли, но фактически оказались более такими фанатами неорибриализма, чем откровение традиционное правье. Когда они взяли власть, они церемонились немножко и поставили вопрос на референдум, учитывая на то, что они получат совершенно другой результат от того, что получилось, и в результате чего они оправдали бы свою предательскую по отношению к народу политику. Вы помните, в 2015 году, в летом 2015 года был проводен такой референдум, референдум якобы технического характера, вопрос был поставлен технического характера, если мы принимаем такие предложения страны Евросоюза и тройки, или не принимаем, да? Но все руководители Евросоюза, все бюрократы, брюссианские бюрократы, и Меркель, там руководство Франции, крупнейших стран Евросоюза, они говорили, чтобы не голосовали, если вы будете голосовать против, это будет означать, что вы против Евросоюза, против евроинтеграции и против единой валюты. Терроризировали народ. Я написал о том, что это тюрьма народов, фактически доказала себе Евросоюз, не Европа, это империалистическая такая интеграция. Вместо танков, то есть вместо предыдущей евроинтеграции во главе с вермахтом, которая соединила всю континентальную Европу, весь потенциал, социально-экономический потенциал и военный потенциал против Советского Союза тогда, это первый вариант евроинтеграции, такого удачного характера. И с такими же инициаторами послевоенные годы построили Евросоюз, Европейское экономическое сообщество сначала и потом Евросоюз. Вот я сказал, что вместо танков в вермахте у нас банкоматы. Почему? Потому что начали давить на народ. У нас все идет через банк, да? Зарплату, пособия, пенсии получают в банкоматы. А взяли и перекрыли банкоматы, и не давали денег людям. То есть угрожали голодом. И несмотря на это, несмотря на эти угрозы, греческий народ пошел, и 62% голосовали против них. А на следующий день наше правительство, так называемых левих, взяло и делало вид, что народ проголосовал 62% за все это. То есть вот их демократия. То есть практически фальсификация итогов результата. Не фальсификация, а получили полностью результат. Я не знаю, если в частности были фальсифицированы результаты в каких-то участках. Но фактически было объявлено официально, что народ проголосовал против. А на следующий день не только правительство, коалиционное правительство, во главе с так называемыми левыми, правительство Чиприса, господина Чиприса. Не только они, но всем блоком единым, все партии, которые за евроинтеграцию, за прозападный такой нелиберальный путь, они взяли единым голосом примерно 250 из 300 депутатов проголосовали за ужасные меры против народа, ужасные антинародные меры. Понимаете? Вот демократия в чем все стоит. Ну вот опять же, если уже заговорили о демократии, высшая воля, высшее проявление демократии, это голос народа, референдум, выборы, мирные протесты, это тоже демократическое волеизъявление. Но вот почему дальше не пошла работать в этом смысле демократическая машина Греции? Почему народ Греции, ну получается, так сказал бы, соучастником расправы над собой? Ведь мы знаем, вот Брексит, сейчас только лишь говорят о каком-то Грексите, то есть тогда уже могло случиться, но нечто подобное, что совершила Великобритания. Вы знаете, что? Необходимо посмотреть конкретно, что и как делают те, которые у власти. А у власти, я вам сказал, не наши конкретные люди из политического персонала господственного класса, которые сейчас рулят страной, а у власти те люди, которые выполняют наказы Международного валютного фонда, Центрального европейского банка и Еврокомиссии. То есть не самостоятельные политики? Полностью, полностью. Они работают как? Вы посмотрите, даже они настолько обнаглели, что на сайте МВФ вы можете найти документ, где есть указания, руководство по эксплуатации буквально, как можно устроить долговую колонию и как можно манипулировать народом. И все идет по инструкциям, то есть у них никакой оригинальности нет, они просто берут по инструкциям и технологично уничтожают, учитывая специфику минимально, учитывая специфику с точки зрения того, как лучше манипулировать, но сохраняя основную стратегию. Основная стратегия заключается в том, чтобы превратить, допустим, долг частного сектора, банковского сектора, кредитно-финансовый структур, европейских, международных и греческих, превратить в государственный долг. Государственный долг затем превратит в долг греческого налогоплательщика, греческого народа, а потом идет порабощение сплошное на несколько поколений этого народа. Вы понимаете, как работает их система? То есть их структурные проблемы, проблемы, которые связаны с пирамидами, фактически, облигаций и других форм, опосредованных форм капитала, мирового при этом капитала, которые пирамиды работали именно на неравномерность интеграционных процессов, на неравномерность внутри Евросоюза, в условиях диктовки, фактически, диктовали, что делать. Они превратили все это в общенародную проблему и заставили народ в условиях рабства по официальным данным, по официальным документам даже. Комитет по приватизациям, которые создали, по приватизации государственной собственности страны имеет срок действия 99 лет и не отсчитывается ни перед кем. То есть, тройка, колониальный режим, фактически, заставит принять такие мэрии, которые ставят вне закона, сверхзакона ставят такие институты, которые колонизируют нашу страну. Понимаете? То есть, получается, наднациональная структура, которая командует, в данном случае, национальной экономикой, национальными властями. То есть, мы не составляем бюджет. Мы не в состоянии элементарной функции суверенного государства выполнят. Нет фискальной политики, нет национальной валюты, фактически нет национального банка центрального, который планирует, хоть как-то с помощью государства планирует, допустим, фискальную политику страны. Нет такого. И вообще, нет у нас элементарных рычагов, самостоятельных каких-то решений, исходя из интересов выживания самого населения. Более того, в этом руководстве есть прекрасные указания о том, как нужно вести себя, как нужно вести пропаганду всего этого, как нужно внушать народу, что иного не дано, что другого выхода нет, никакой альтернативы. Как нужно манипулировать, каким способом. Можно, допустим, возникает движение, или давайте наоборот начнем. У нас есть опросы общественного мнения, согласно которым, порой по официальным данным, которые, по-моему, занизаны, 65-70% против единой валюты, против Евросоюза, против тройки, против этого режима. А нет такой политической силы, политической идеологической организованной силы, которая поставила бы такую стратегию перед собой и поставила все это перед народом на голосование и вообще, чтобы народ консолидировался. нет такой силы. Почему нет? Сириза не так действовала? Они выступали, демагогически говоря, что они против меморандума. Меморандум это что? Меморандум это документ, который определяет намерения действовать. Определяет рамки нет. Намерения, если сувереннее государство, у нас не сувереннее государство, извините меня, это разные вещи. Разные вещи. Трагично, но это факт. Наш меморандум продиктован тройкой, о которой я говорил, и ставит жесткие рамки того, как будет проводиться политика во всех отношениях в нашей стране. Во всех отношениях. Что они выступали в предвыборной кампании до 2015 года, выступали с таким заявлением о том, что меморандум они порвут по кускам и так далее. Что это народное движение, что это даже народный фронт, якобы. А когда они пришли к власти, они делали такие вещи, о которых я вам говорил. Они настолько обнаглели, что делают вещи, о которых было бы немыслимо думать, даже для крайних, махровых консервативных правых сил и крайне правых либералов в нашей стране. И они это делают, почему? Потому что, и поэтому ставку делает тройка и все эти силы, делают ставку на это правительство, потому что манипулируют, потому что, как говорят люди, отняли у нас не просто средства к выживанию, отняли надежду. Так говорит простой народ. Понимаете? И нет такой политической силы, которая могла бы выступить. Как удается, чтобы не было такой силы? Очень просто и технологично. Во-первых, подкупают вождей, лидеров, тех, которые делают общественное мнение, так или иначе, или влияют. Подкупают, подкрывают подкуп. Во-вторых, шантаж, шантажируют всеми фактическими или вымышленными какими-то фактами, строительство компрометирующий материал распространяет о тех людях, которые не подчиняются полностью ими. потом, принципом обмана. Обман, простой обман. Как делали наши правительства сейчас? Одно дело говорят, совершают, другое выполняют. И если все это не сработает, грубым насилием, карательным аппаратом, сплошными судебными процессами, спецназом полиции, с ажистративными газами, пулями пластиковыми и так далее. Есть и такое. Понимаете? Так что, комбинирование всего этого дает им возможности пока, потому что я не такой пессимист, пока дает им возможность, но все больше и больше осознает народ, что дальше нельзя так. В опасной ситуации... На ваш взгляд, что ждет Грецию сегодня, исходя из того, что и как сложилось? Вы знаете, что, по-моему, основная задача для грецкого народа, чтобы наушно было доказано, что и как делается и к чему это приведет, и чтобы все это было сформировано в качестве политической программы со стратегией и тактикой фронта, определенного фронта, народного фронта, который будет... Это фактически фронт по спасению народа от этого колониального режима, да? И в результате этого, чтобы шла массовая борьба против этого режима, против тюрьмы народов, против Евросоюза и так далее. Это единственный вариант, по-моему. Я понял. В одном из своих интервью вы заявили о том, что греческий государственный долг является незаконным, является сформирован преступным образом. Отчасти вы эту модель как бы сейчас сегодня в нашей беседе выстроили. Нечто подобное происходит и в нашей стране, а именно, может быть, вы начитаны, из финансово-банковской системы Молдовы выведен практически миллиард. Исчезла сумма. Да, исчезла сумма и голосами депутатов правящего парламентского большинства возврат этой суммы обратно в финансово-банковскую систему положен на плечи налогоплательщиков. То есть, вот частная проблема стала государственной, а затем уже и национальной. То есть, проблема общегражданская. С чего идет по инструкции? Понятно. Но вот есть ли шансы о том, чтобы аннулировать подобные решения в какой-то судебной инстанции либо пойти, может быть, каким-то своим путем. Хотя вот не так давно я приводил в пример, в одной из беседий, пример Рикьявика. Там нечто подобное происходило в Исландии, когда была выведена большая сумма, если я не ошибаюсь, 14 или 16 миллиардов. Но тогда референдум и тогдашний президент, он сумел удержаться у власти благодаря вот тому, что провел этот референдум. И тогда сняли с народа эту обязанность, вот этот налог на возврат этого частного долга. И дальше уже возвращали банкиры, вылавливали их уже через Интерпол и так далее. То есть, есть прецедент. Но возможно ли повторение этого прецедента в той или иной форме? В греческом виде, не знаю, может быть, даже в молдавском. Да, Станислав, Исландцы, Малачи, им удалось, но необходимо... Об этом так мало писали, кстати. Конечно, конечно. А зачем писать? Это же прецедент. Вы знаете, что Исландия имеет свою специфику. Это остров в середине Северно-Атлантийского океана. Там где-то менее 300 тысяч жителей. Это меньше одного города Греции, допустим, населения. Гибко все можно делать там. А в Греции не так легко. Более того, в Исландии нет натовских, американских баз и оккупационных войск, которые фактически у нас есть. Никто не спрашивает, греческий народ хочет ли он состоять в НАТО. Хочет ли в присутствии военщины американской и прочей натовской. Никто не спрашивает. Просто взяли и построили. Понимаете? И масса еще вопросов. Греция это настолько стратегически важный кусок. Для них, поэтому они хватаются. Я согласился с вами с термином, который вывели до нашего разговора о рейдерском захвате. Они пришли к этому захвату, потому что стратегически важна страна Греции. Они не пропустят. Не пропустят. И поэтому очень сложно, очень сложно в Греции, сложнее, по крайней мере, чем в других странах. Но это не означает, что это недоступно. Молдавский народ, греческий народ и другие народы это маленькие народы европейского континента. Но кто сказал, что от размера народа зависит в судьбе людей? Кто сказал об этом? Вы сказали, что мы должны обратиться в какие-то инстанции? Конечно, можно, но в какие инстанции? В европейскую судебную систему? Кто они? И какие решения они примут? Да, вопрос. Понимаете, так что имеет морально-политический характер такое направление деятельности, то есть разъяснительный характер показать народу, что такое их декларации по поводу демократизма, человеческих прав и так далее? Какие человеческие права, если уже смертность у нас превышает осутима в последние годы рождаемость? Демографическая катастрофа в результате такой политики сопоставима, если не опережает военный период, исторический период такой, где ведутся полномасштабные военные действия в стране, да? А это с помощью банкоматов и такой политики. Никаких танков пока не нужно, да? Поэтому я считаю, что да, это аморально, это нагло, это преступно, но нет таких структур и институтов, которые взялись бы и защитили бы бедный грецкий народ, молдавский народ или не знаю какой еще народ от этого. Если сами народы не поднимутся, не осознают свое положение, но и свою мощь, силу, сила объединенного единой целью народа, это огромная сила, это единственная сила, которая сможет в конце концов освободить от таких последствий народа. И конечно требуется координация международная, требуется координация между маленькими народами и странами, у которых аналогичные проблемы, требуется определенная маневра, но с точки зрения использования международных противоречий и блоков, которые уже состоялись и в процессе становления, потому что помимо прочего, помимо кризиса и помимо неоклоняющих режимов, мы свидетели и огромной третьей мировой империалистической войны. Да тоже такая война. То есть на ваш взгляд она сейчас происходит? Да, давно, давно происходит и при этом и в Европе, не только там где-то далеко, на Ближнем Востоке, допустим, в Африке или не знаю где. А в чем проявление, на ваш взгляд, третьей мировой войны? В какой форме происходит сегодня такая форма деятельности как империалистическая война? Вы знаете, часто люди стремятся как вам сказать отодвинуть, сублимировать, если говорить психологическим языком, сублимировать эту действительность, отодвинуть от себя даже от подсознательного уровня такой исход событий и такие процессы. Это форма самозащиты, это понятно, если человек переживает безысходность, еще думать о более мрачном, ему не хочется. Но закрывать глаза на эту реальность нельзя, по-моему. Нельзя. Вот возьмите пример Сирии. По официальным данным, там замешаны 80 и больше держав. Это что, оригинальный конфликт? Ну, нет, это же мировой. А возьмите Донбасс, Украину, там что творится? Это тоже локальный конфликт. Когда под руководством США и Евросоюза фашистовый режим, имея в качестве ударных сил откровенных фашистов, откровенных приемников Бандеровщины, сотрудников нацистского режима, они натворили, что натворили на Донбассе. Понимаете, это что такое? Это локальный конфликт тоже. Надо трезво смотреть на вещи и, соответственно, принимать решения. И не потому, что нам нравится или не нравится тот или иной вариант событий, а потому, что мы должны быть готовыми сознательно работать и сознательно подготавливать почву и, прежде всего, соотносение сил для альтернативного направления человеческого развития, для объединения в конце концов человечества. Они всячески стараются разъединить человечество, они всячески стараются вражду рассеивать между людьми. Они прямо хотят, чтобы грецкий народ, молдавский народ, все народы были пушечным мясом для их авантюр империалистических. Они сейчас ведут пропаганду такую, что якобы испокон веков мы враги с русскими. Зачем мы враги с русскими? То есть русофобия. Да, русофобия. С каким народом мы враги от рождения или на биологическом уровне? Это глупость все, понимаете? Это интересы просто такие. Интересы просто такие. А почему? Потому что есть державы, которые полностью не подчиняются этому режиму. Вы посмотрите историю республик бывшего Советского Союза. Сколько раз вернули режим, который был лояльным, чтобы заменить его еще более лояльным? Мы сами на своем примере это видим. Конечно. Конечно. Они не перед тем не останавливаются, если народ не встанет. Димитриас, в нашей студии неоднократно гости, особенно представители европейских стран, говорили о том, что Молдова находится на таком этапе своего исторического современного развития, когда еще есть шанс, будучи, находясь в завихрениях, в вихре событий, связанных с евроинтеграционными процессами, но все же есть шанс не повторять тех или иных ошибок. Не повторять ошибок стран, которые уже поглощены Европейским Союзом, либо находятся в зоне влияния Евросоюза. От каких бы ошибок вы предостерегли Молдову? Во-первых, я считаю, что это слишком абстрактно, как оформулировка. Что такое ошибки? Вы считаете, что режим неколониализма над нашими странами это ошибка или сознательная политика? Мне кажется, трагедия в таком случае. Трагедия с точки зрения народа, с точки зрения стратегов мирового господства это что? Это ошибка? Это осознанная позиция, это осознанный выбор. Они сознательно стремятся к этому. Так что говорить абстрактно об ошибках нельзя. В чем состоят ошибки? Допустим, у нас была промышленность в 60-е годы, в 70-е годы. В 61-м году мы подписали соглашение как страна о соединении с европейским экономическим сообществом, как называлась тогда евроинтеграция. А в результате чего пошло и поехало. Деиндустриализация, разрушение сельского хозяйства. Особенно после 81-го года, когда стали членом Евросоюза, они стали там различные квоты ставить, различные формы разрушения хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и так далее, формы избирательных целенаправленных дотаций, то есть датировали разрушение производства. Понимаете, это как? А потом, если нет инфраструктуры производительной, что можешь противопоставить кому? Фактически превращают страну для приема туристов. А это что? Разве это перспектива? Это перспектива для такой страны? Я не думаю. Нас заставили разрушить традиционные культуры, для которых идеальные климатические условия. Мы импортируем сейчас генетическое модифицирование овощей и фруктов из Голландии, из Германии, которых заставили Евросоюз разрушить у себя народы. Это что? Ошибка? Я не думаю, что это ошибка. Мы производим наилюшего качества оливкового масла в мире. В мире доказано, да? Научно доказано. А что делят с этим маслом? Покупают результаты таких вод и результаты единой валюты покупают по ценам ниже воды фактически. То есть трудится с высокохозяйственным работник и получают гроши какие-то. Или покупают немцы, упаковывают, перемешивают с другими маслами и продают даже в Греции такое масло как немецкое. Но мы знаем, что они в кем растут в Германии. Понимаете? Вот в чем состоит проблема. Это не просто ошибки. И говорить абстрактно об ошибках нельзя. Надо рассмотреть в чьих интересах какая стратегия проводится. И требуется конкретное противоборство этому. Сознательное противоборство. на наушную основу. Тогда еще такой вопрос. Ваш прогноз в отношении сегодняшней системы однополярной. Потому что мы понимаем, что на Востоке возрождается второй полюс в геополитике в виде России, в виде экономических и политических связей с Китаем, укрепления евразийского экономического сообщества. Но сегодня говорить о том, что уже сформировался двуполярный мир, пока не решается никто. Ваша перспектива в ближайших 10-20 лет для сегодняшнего мира? Ваш прогноз? Очень сложно однозначно прогнозировать. Это факт, что создается потенциал противоборства фактически однополярности такого типа, то есть такого состояния, где играет в одни ворота силы евроатлантических структур. Если взять, допустим, специальный доклад ЦРУ несколько лет тому назад, это было выпущено, это 5 лет назад, я читал, там они рассматривали в качестве основного сценария борьбу, даже войну мирового масштаба между странами со свободной неолиберальной экономикой и структурой общества, и странами, которые сопротивляют этому, и у которых есть, обратите внимание на термин, есть элементы государственного капитализма. То есть даже там, где принимаются меры в духе даже классического кенецианства, элементы косвенного, хотя бы государственного планирования чего-то в пользу суверенитета и народов, это уже причина объявления войны. Понимаете? Так что эта война, которая развертывается все больше и больше, все шире и глубже, будет принимать и такой характер. И в этой войне победить просто так, противопоставляя допустим свой умеренный империализм дикому традиционному и западному империализму, нельзя. Тут требуется настоящая альтернатива, которая превратила стратегию, объявленную стратегию, превратила в социально привлекательную. Требуется реальная альтернатива. борьба идеологии должна состояться. должна состояться не только борьба идеологии, а борьба с альтернативными, с точки зрения альтернативного пути развития человечества. И если такого не будет, я боюсь, что даже перенести крупные страны, которые в состоянии бороться против однополярного такого нелиберального западного мира, перенести военные рельсы экономику, нельзя. Тут без элементов планирования нельзя. получается такой парадокс. С одной стороны, если будут элементы планирования, это уже повод для войны, а с другой стороны, без этого нельзя вести борьбу за выживание. А это не выживание отдельно взятой страны, это не выживание отдельно Евразийского союза или, допустим, БРИКС и других рождающихся полюсов. Это вопрос о выживании человечества в целом. Вот вопрос, может быть, не очень-то пахнет новизной, но тем не менее, с избранием сегодняшнего президента США Дональда Трампа человечество, как мне кажется, в той или иной степени, который считал себя прогрессивным, испытывало некоторые оптимистические ожидания. Но тем не менее, мы знаем, что Соединенные Штаты и сегодня являются фронтменом неолиберализма и происходит продолжение тех процессов, которые были запущены до вступления в должность Дональда Трампа, в должность президента. Стоит ли дальше какие-то испытывать иллюзии в отношении Соединенных Штатов изменения ситуации, во всяком случае, что это изменение будет продиктовано волей американского народа? Или Соединенные Штаты и с ее внешней политикой этой страны такая константа сегодняшнего мира? Во-первых, необходимо отметить, что для людей, которые научно смотрят на вещи без идеологических схем, с самого начала было ясно, что это такое. И эти люди не питали иллюзии, в том числе и я, по поводу Трампа и по поводу якобы альтернативности пути Трампа. Если имеется определенный узкий спектр возможностей альтернативного выбора этой администрации, это касается сугубо вопросов тех или иных частей господствующего класса СССР, то есть крупного транснационального моноболистического капитала. Он представляет определенные круги энергетического блока, допустим, энергоносителей, промышленного производства внутри страны, строительных предприятий и так далее. Ну, определенные части бизнеса в США. Он их интересы представляет. Но их интересы представляет не отдельно от общего интереса класса моноболистов, а в качестве составляющей этого класса моноболистов. И даже если ему захотелось бы дальше пойти, есть глубинный государственный аппарат, глубинное американское государство и глубинные транснациональные структуры институциональные и внеинституциональные, которые не дают возможности для отклонения. Допустим, даже в предвыборной кампании стало ясно, что Трамп стремится хитреть немножко. Он стремился, допустим, направить прямым образом против основного соперника экономического, против Китая. И стремился как-то дружбой, что ли, подкупить Россию и другие страны против Китая, чтобы объединились все против Китая. Это факт. Это факт. Но нужно быть очень наивным. Думать, что дядя Сэм предоставит тебе такую возможность и потом не убьет всех сплёшь и рядом. это ясно и ясно. Понимаете? Стратегически то есть не отличается фактически. Стратегически не отличается. Она продолжает такую политику, потому что неолиберализм это не догма. Неолиберализм это, хотя и выступает в каждой догме чаще, да? Хуже, чем религиозная секта. Они настолько в научных кругах, в общественных науках, тем более в экономической науке, я не говорю о политэкономии, которую уничтожили полностью в университетах неолиберализм. Наука политэкономии фактически запрещена под запретом в западных университетах. Нет такой науки. Есть макро, микроэкономика, экономикс и так далее, но политэкономической науки нет. Понимаете? С точки зрения научного это выступает как догма. Но фактически это не просто догма, это стратегический выбор нынешнего этапа мирового капитала. Иначе не может себя вести. Поэтому и формы фашизма сегодня имеют, видоизменяются. Фашизм, который во многих проявлениях имеет место в мире сегодня, это не тот фашизм, с которым мы встретились в середине, в 30-е годы, в середине прошлого века. Это другая форма фашизма. Есть разные фашизмы, есть таргет группы, есть группы, на которых наценивают. Да, целевые группы. Но в основном это не либеральный фашизм. Понимаете? Вот смотрите идею, я перебыл вас, извините. Смотрите идею, допустим, высказанную господином Шульцем на днях о том, что нужны Соединенные Штаты Европы. Вот представьте себе, это альтернатива тому, что происходит сегодня в мире или продолжение вот этого всего? это как раз наиболее наглое, агрессивное продолжение того же духа, того же стратегического направления. Вот что такое Единая Европа в качестве единого государства? Соединенные Штаты Европы, да? Вспомнили о Соединенных Штатах Европы? Сто лет назад был виден такой лозунг многими интеллигентами. В работе Ленина было сказано тогда же такая была была такая работа. А кто помнит о Ленина сегодня? А Ленин тогда наушно доказывал, что такая Европа, Соединенные Штаты Европы будет работать в качестве формы грабежа, трудящихся внутри Европы и во всем мире. Так оно и есть. А что они хотят? Больше я вам сказал какая у нас демократия. Я вам сказал как они возьмите Евроконституцию так называемую. Не прошла? Они другим путем из окна стремились ратифицироваться в парламентах без референдума то есть без боли народа. Это что? Не диктатура? Не диктатура. Возьмите во всех отношениях что они хотят? Они хотят усилить военную военщину военную политику и внешнюю политику. Ради чего? Это превентивные шаги грядущих военных действий на другой площадке на другом уровне. Они нагло об этом говорят. Они не согласятся с вами? Они прикрывают это фражей говорят что мы должны защищать права европейцев во всем мире. Это глупо для наивных людей все это будет цинизм военщина которые будут преступлениями против человечества заниматься. Димитр к сожалению должен задать вам последний вопрос время ограничено вот я знаю что вы прибыли в нашу столицу Молдовы по приглашению организации формата А3 тема встречи она звучит так где центр будущей мировой политической системы вот если можно коротко сформулируйте такую телеверсию этого ответа на ваш взгляд все-таки где будущее будущее где центр будущей мировой политической системы и какой она должна быть на ваш взгляд однозначно сказать нельзя но можно прогнозировать альтернативные направления исторического процесса и тем самым обозначить где будет не только политический но и экономический социальный идеологический культурный цивилизационный если вы хотите центр один вариант это то что диктуется наиболее агрессивными кругами монополистического капитала западного такого типа мы уже говорили об этом повторить не буду а другой вариант основной по-настоящему обнадеживающий это вариант борьбы народов борьбы людей не просто за достойную жизнь борьба за объединение человечества они делят все чтобы мы разъединились они рассеивают вражду между народами но мы должны найти те элементы которые объединяют нас консолидироваться против преступной деятельности агрессивного капитала и соответственно выработать альтернативную стратегию в этой альтернативной стратегии объединения человечества я вижу реальную альтернативу реальный политический центр выживания человечества спасибо вам за ответ очень емко и точно мне кажется что нашим зрителям достаточно понятно и тот революционный посыл который содержался в ваших фразах мне кажется заставит задумываться наших телезрителей в отношении того что происходит и что совершается над нашей страной в нашей стране сегодня те кто диктует волю волю политикам волю тем кто сегодня так или иначе причастен принятию законов и которые должны будут понести ответственность прежде всего перед народом все зависит от воли народа позвольте одну фразу известно что известный с мировой с точки зрения мировой политики деятель сказал недавно о том что кто не пожалеет не пожалели не страдали в результате разрушения СССР это человек у которого нет сердца а кто тот кто желает вернуть СССР это человек который без ума цитата Путина да 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 а я с ним не согласен так я считаю что нельзя отделять ум от сердца таким образом научно философски нельзя и по-настоящему нет человека у которого отделена ум от сердца мы обязаны умом то есть научно рассмотреть причины того закономерности логику истории которая привела к такому состоянию и одновременно мы должны умом также построить альтернативную стратегию и умом и сердцем взяться за такую стратегию выживания человечества наших детей и наших внуков искренне разделяю ваши поры спасибо большое Иван спасибо вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был профессор философии технического университета Крита Дмитрий Спателес оставайтесь с нами мы работаем для вас университета